Доброго времени суток, дамы и господа. Новый контент близится. 2 мая кончается текущий первый сезон, 3 мая стартует обновление 10.1, а 10 мая стартует новый второй сезон с уникальнейшей ротацией Mythic Plus подземелий, новый рейд, конечно же, стартует и PvP сезон. Как мы прекрасно поняли уже по дополнению Dragonflight, компания Blizzard намерена раздать абсолютно всё, что у них накопилось в Twitch Drops, в Prime Gaming. В общем, ценность маунтов, игрушек, разных ТСГшных, она в целом уже обесценивается. И Близзы, пользуясь различными способами привлечения, пытаются просто-напросто всё это раздать. Окей, у них в целом это неплохо получается, онлайн на стримах растёт, интерес к игре тоже растёт у людей. Что получается? Получается, в определённые промежутки мы будем лутать интересные награды. Первая награда, которая нас ждёт, это эфериальный портал. Мы можем его получать с примерно 3 мая по 10 мая, смотря вот там вашего часового пояса. Эфериальный портал, что это такое? Это игрушка ТСГшная, которая работает как камень возвращения. А её вообще можно глянуть как-то с помощью стандартного интерфейса? Похоже, нет. В общем, все мы прекрасно знаем игрушки по типу камня возвращения, то, что мы их юзаем, появляется какая-то анимация. Вот тут будет аналогично, у нас будет появляться над персонажем арка, довольно-таки интересная. Окей, далее, что мы получим уже при старте сезона, при просмотре стримов, это маунт. Пламенеющий гиппогриф. Пламенеющего гиппогрифа можно будет пролутать со старта сезона, то есть там примерно с 10 мая вплоть до 17 мая. То есть целая неделька нам даётся на то, чтобы получить и портал изначально на старте обновления, а потом на старте сезона уже пламенеющий гиппогриф. Маунт замечательный. Посмотреть нужно 4 часа, абсолютно любые трансляции. Оно не хардстакается, то есть две вкладки одновременно разных стримов для ускорения открыть нельзя. То есть будет засчитываться только один какой-то стрим. Можете мой смотреть, ночью можете другие смотреть. Я стримлю днём, все это прекрасно знают, ссылочки мои все в описании имеются. Само собой, перед тем, как начать смотреть какой-либо стрим, стоит проверить, подключен ли у вас Twitch к Battle.net учётная запись. Само собой, ссылочки на всю эту проверку я оставлю в описании, поэтому не забудьте туда заглянуть. На этом всё. Заходим на стримы, чекаем свой твичовский инвентарь, чекаем прогресс, вылутываем потом абсолютно все награды и наслаждаемся игрушкой с маунтом. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!